В Старомоскуле стартовали выездные концерты для ветеранов. Участников Великой Отечественной, тружеников тыла, детей войны и вдов погибших солдат с 9 мая поздравляют творческие коллективы города. Сегодня в доме Некрутенко шумно. Ивану Мефодьевичу летом исполнится 94. Татьяне Карповне 7 мая 87. Пожилую пару, которая вместе уже 68 лет, поздравляют с наступающим Днём Великой Победы. Последний припев поёт так. Спасибо большое, молодцы. А я знаете, что вчера потерял? Отцвели яблони, груши, уплыли туманы рекой, уходила с берега Катюша, уходила с берега домой. А, вы неправильно поёте. А он правильно. Да, это последний куплет. Память чудесная. Ивану Мефодьевичу, когда началась война, вот-вот должно было исполниться 13. 5 апреля 42-го года его, восьмиклассника, направили на танковый завод Юго-Западного фронта. Работали сутками, в голоде и холоде. Выпускали от пуль до танков. Позднее Иван Мефодьевич участвовал в Советско-японской войне. Настоящим героем считает отца, служившего в царской армии. Друзья однополчане, где же мои спутники мои, царство небесное. Это один остался. Милые мои хорошие, я горжусь своим отцом, Мефодием Погодником. Он был герой царской армии при Николае II. И вот мой отец получил три креста Георгия Победоносца. А жуков только два. Так, все рассказал? Ребята на работе, не забывайте. Они же пришли и работают. К Дню Победы – обязательный концерт с доставкой на дом. Ансамбль «Акра» исполнил одну из самых трогательных песен о войне. Это День Победы, порохом пропад. Это праздник с сединою на песках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Такие музыкальные поздравления в Старом Москоле организовывают уже третий год. Творческие коллективы города поют и танцуют во дворах и квартирах домов, где живут ветераны. Спасибо большое. Да дай Бог вам всем здоровья. Мария Шелепова, Алексей Грачев, Евгений Сазонов, 9 канал.